Для поддержки молодых предпринимателей Далгопилское самоправление с 2014 года проводит конкурс грантов «Импульс». Авторы наиболее интересных проектов могут получить поддержку на реализацию своей бизнес-идеи в размере до 7000 евро. За 5 лет уже реализовано 42 проекта, в городе создано 75 новых рабочих мест, а общая сумма грантов за это время достигла 250 тысяч евро. В Далгопилсе появились различные новые продукты и услуги. В этом году творческую и предприимчивую кампанию победителей «Импульса» пополнили еще 11 проектов. Церемония награждения состоялась 4 декабря в режиме видеоконференции. Поздравляя получателей гранта, председатель городской думы Игорь Прилатов подчеркнул, что интерес предпринимателей к программе растет с каждым годом. В этом году получено 37 заявок. Оценивая претендентов, самоправление с радостью приходит к выводу, что в Далгопилсе много творческих, изобретательных и инициативных людей, идеи которых могут сделать жизнь горожан лучше и интереснее. К его пожеланиям успешно реализовать проекты, несмотря на все вызовы, с которыми, к сожалению, в это время сталкиваются многие предприниматели, также присоединилась Ливия Янковская. Меня, как председателя комиссии, очень радует, что есть и новые технологии, и новые услуги, и производство новых товаров. Именно даугавпилчане и жители Латвии, а также возможные жители всего мира, выиграют от того, что Даугавпилское самоуправление поддержало ваши инициативы. Впереди долгая и серьезная работа, которая потребует от вас большой отдачи, но результат того стоит. Ваши идеи очень разные, интересные и нужные. Желаю вам успехов и поздравляю от всего сердца. Вы действительно очень инициативные люди. Победители этого года предлагают услуги в сфере туризма, здравоохранения, строительства, уборки и программирования, а также планируют работать в сфере общественного питания, производить вязаные изделия, умные осветительные приборы, а также инновационные приборы для диагностики здоровья. Компания Neurotec создает платформу в виде видеоигры, которая думана для детей, у которых есть нарушение памяти, внимания, концентрации, у которых есть тревожные расстройства. Таких детей около 10% детей, подростков. И наша платформа думана, чтобы именно помочь таким детям. Проект довольно сложный, он требует создания и электроники, и программатуры, и поэтому впереди у компании долгий путь. И еще раз спасибо, что поддержали наш проект. Максимальная сумма гранта в этом году составила 7 тысяч евро, в то время как общая сумма грантов, предоставленная в рамках конкурса «Импульс-2020» по всем проектам, составила почти 60 тысяч евро. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапевской городской думы.